Сегодня военная прокуратура Казахстана представила видеозапись допроса Владислава Чараха Эй, шайтан-коробка! Только одна просьба, наша корау не надо снимать Вот здесь и постоим все Выйдьте, ослуживайте В зал, мы собираемся в зал? Дверь закрывает, открытое судебное заседание У нас прикол, что приведут его отсюда сюда Магазин букет такой, что-то по блату Поделал, бельдарива, заходите Поделал, бельдарива, заходите Поделал, бельдарива, заходите А куда-то? Поделал, бельдарива, заходите В части 3 пункта МВУ Уголовный кодекс Республики Казахстан Подсудимый встаньте, пожалуйста От вас поступило заявление о возобновлении предварительного слушания Вы писали заявление? Добровольно? Да, добровольно А возобновление не оказывается? Нет, не оказывается Так, возобновляется предварительное слушание Посторонний, пожалуйста, покиньте Закрытое режиме проводится. Предварительное слушание. Пожалуйста. Спасибо. Они просят возобновить предварительное. Допустим, они выбирали, как будут решаться с присяжными или без. Тоже было предварительное слушание. Это определенная стадия перед главным судебным разбирательством. Я не знаю, что. Видите, сегодня без присяжных что-то странное. Возможно, сторона защиты выбрал какую-то тактику. То есть они не смогли забрать присяжных, поэтому решили предварительное слушание повезти, чтобы без присяжных проведения? Ну, сейчас мы узнаем, что вы... Надо по хататайству защитить на что-то? Да, это по хататайству, по заведению самого Оскара. Оскар Молдашев заявил хататайство перед судом о возобновлении предварительного слушания дела. Судья удовлетворил это хататайство и вновь начал предварительное слушание дела. В результате чего прокурор заявил суду о том, что просит вернуть уголовное дело прокурору Бостондыкского района для пересоставления обвинения и переквалификации действий на Молдашева на менее тяжкую статью. То есть, по сути, прокурор сейчас отказался от того обвинения, которое было предъявлено Молдашеву. Менее тяжкая, я полагаю, что статья останется та же 259-я, только часть будет один прим один. Я не намерена сейчас сидеть сложа руки, я снова буду пытаться и органам следствия, и прокурору все-таки донести, что, ну, я полагаю, что уголовное дело незаконно возбуждено. И вообще его просто... И его вообще нужно прекратить. Поэтому вопрос, какое решение будет в последующем принято судом, я считаю еще преждевременным, потому что на сегодня, по сути, не решен вопрос с прокурором. Продолжение следует...